Пройти диспансеризацию россияне вскоре смогут на работе или по месту учебы. С таким предложением выступил Минздрав. Это повысит доступность медицинских осмотров для граждан без отрыва от учебы или работы. А значит, здоровых людей станет больше, подчеркнули инициаторы. Напомним, что диспансеризация – это оценка общего состояния здоровья человека. Она позволяет выявить возможные проблемы со здоровьем на самом раннем этапе. Например, обнаружить сердечно-сосудистые заболевания, онкологию или диабет. Все россияне могут пройти диспансеризацию бесплатно по полису. При этом граждане моложе 40 лет проходят ее раз в 3 года, а после 40 – ежегодно. Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг или в поликлинике по месту жительства. Без лишнего лакиты. Родовые сертификаты Хакасии переведены в электронную форму. С начала года отделение социального фонда по республике оплатило услуги по родовым сертификатам для 765 женщин. Объем перечисленных средств в медучреждения составил 7,5 миллионов рублей. Электронный документ формируется врачами при первом посещении женской консультации, либо в детской поликлинике, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка, пояснили в соцфонде. Раньше женщине нужно было самостоятельно предоставлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь все необходимые соведения социальный фонд получает автоматически. Это упростило процедуру заполнения документа медработниками, а для женщин теперь нет необходимости носить с собой и предъявлять бумажный бланк. 21 апреля россияне смогут наблюдать уникальный звездопад. В пик метеорного дождя Лириды можно будет увидеть до 18 падающих звезд в час. Насладиться редким зрелищем смогут жители всех регионов России. Главное выбрать место без искусственного освещения. Отметим, метеорный поток получил свое название от созвездия Лиры. Такие дожди происходят довольно часто, но по-настоящему сильных звездопадов было немного. Последний в 1982 году, когда число падающих звезд достигало 90 в час.